Всем привет! Настроим сначала анимацию для вращающегося объекта при статичной камере. Здесь мы можем наблюдать светотеневую динамику. У меня есть сцена с диваном и плоскостью. Все материалы на модели и освещение я настроила заранее. И если нажать на кнопку рендера, то мы увидим вот такой результат. Первое, что нужно сделать, это настроить размер и формат выводимого изображения. Открываем настройки Corona Render, и в этих окошках выставляем нужное значение ширины и высоты. У меня это будет прямоугольный формат 1920х1080. Закрываем это окно. Теперь нужно, чтобы в окне перспективы наш выбранный формат правильно отображался. Выбираем перспективу, и напротив Show Safe Frames ставим галочку. Создаем камеру. Я использую Corona Camera. Задаю фокусное расстояние 85 мм. Но вы можете использовать любое фокусное расстояние, какое вам больше понравится. Меняем перспективу на камеру. Чтобы диван был ровно по центру кадра, нужно выбрать камеру. Кликнуть на инструмент Align и на диван. Его пиво должен находиться посередине. В открывшемся окошке нас интересует только ось Y. Убираем X и нажимаем ОК. Теперь диван посередине кадра. Теперь настроим ключи анимации. Внизу у нас есть вот такая шкала. По умолчанию здесь 100 кадров. Передвигаем ползунок на нулевой кадр. И нажимаем кнопку Auto K. Выбираем диван. Передвигаем ползунок на последний кадр. Правой кнопкой мыши щелкаем по дивану и выбираем поворот. Здесь я ставлю 360 градусов. Если нужно вращение в другую сторону, то нужно поставить значение со знаком минус. Нажимаем Enter. Снимаем Auto K и смотрим, что получилось. Мы видим, что диван стал вращаться. Но происходит это неравномерно. Чтобы это изменить, нужно открыть редактор кривых. Здесь мы увидим вот такой график. Нужно выбрать начальную и конечную точку и нажать на кнопку с прямой линией. Закрываем редактор и видим, что анимация стала теперь равномерной. Что же делать, если анимация получается слишком быстрая или медленная? Если нужно изменить скорость вращения, то заходим в настройки. Здесь нам нужен раздел анимации. И нажимаем на кнопку масштабирования. В графе длина поставлю 250 кадров. Теперь диван вращается гораздо медленнее. Соответственно, если поставить, например, 50 кадров, то анимация будет наоборот очень быстрой. Также в настройках можно выбрать количество кадров в секунду. Здесь я оставлю все как есть. Это 30 кадров в секунду. Итак, анимация готова. Перейдем в настройки Corona Render. Здесь выбираем диапазон. И поскольку первые и последние кадры одинаковые, ставим значение от 0 до 249 кадра. Далее чуть ниже ставим галочку сохранить файл и выбираем путь сохранения. Также здесь можно выбрать нужный формат. Обычно я ставлю формат AVI. А в этом окошке нужно выбрать без компрессии. Нажимаем сохранить. Теперь перейдем во вкладку сцена. Здесь мы можем выставить количество проходов на каждую картинку, время или уровень шума. Я выберу количество проходов и поставлю значение 9. Также я включу шумоподавление высокого качества с максимальными значениями. Осталось нажать на кнопку рендера и ждать готовое видео. Теперь рассмотрим вариант, при котором необходимо сделать анимацию вращения целой группы отдельных объектов. Итак, все настройки формата изображения и камера у меня те же, как и в первом варианте. Только немного изменен ракурс. Вместо дивана у нас такой набор с апельсинами. Как мы видим, это три отдельных элемента. Если мы оставим объекты как есть и поставим ключи анимации, то они будут вращаться отдельно, каждый по своей оси координат. Здесь есть несколько вариантов, как это можно исправить. Первый вариант – самый гибкий в плане последующего редактирования. Это использование дамми. Переходим во вкладку Helpers и нажимаем дамми. Появляется такой квадрат. С помощью инструмента Align привяжем его к цели камеры по оси X и Y. Теперь он находится в центре кадра. Выбираем объекты и с помощью этой кнопки привязываем к дамме. Если мы выберем дамми, то увидим, что все объекты двигаются вместе с ним. И теперь, если на этот дамми мы сделаем ключи анимации, то вращаться будет вся композиция. При этом у нас есть возможность передвигать объекты, если это необходимо. Второй вариант не предполагает какого-либо редактирования композиции. Это объединение всех объектов. Для этого выберем один объект и с помощью Attach присоединим другие. Также не забываем выставить пивот посередине. При необходимости центр композиции можно привязать к цели камеры. Делается это с помощью инструмента Align по оси X и Y. Теперь можно назначить ключи анимации. Делаем все то же самое, что и с диваном. Теперь объекты вращаются не по отдельности, а вместе. И третий вариант – это группировка всех объектов. Пивот группы должен находиться посередине. И уже на группу мы можем назначить ключи анимации. Для создания анимации нескольких объектов я обычно использую самый первый вариант – дамми, поскольку я считаю его самым удобным. Теперь перейдем к варианту анимации с неподвижным объектом. Когда камера вращается вокруг него, а светотеневой рисунок не меняется. Итак, у нас есть сцена с пуфиком и сумкой. Создаем коронакамеру. В ее настройках обязательно нужно поставить здесь галочку, чтобы камера имела цель. Фокусное расстояние использую такое же – 85 мм. Теперь нужно совместить цель камеры с центром модели. Выбираем цель камеры и с помощью инструмента Align выравниваем ее по осям X и Y. Сейчас мы видим, что модель внизу кадра. Необходимо выбрать ракурс, чтобы модель была по центру. Для этого переходим в окно фронтальной проекции и выбираем цель камеры. Ее можно просто опустить вниз, но тогда все вертикали будут наклонены. Если вертикали нужно сохранить, то можно использовать параметр Shift в настройке камеры. Поставлю значение на 0.37. Но у вас это могут быть другие значения. Тут все зависит от ракурса. Сейчас мы создадим сплайн в виде окружности. Но нам нужно, чтобы окружность примагнитилась к центру модели, и ее размер точно совпадал с положением камеры. Активируем этот значок с магнитом и щелкаем по нему правой кнопкой мыши. Появляется такое окно. Здесь нужно оставить только галочку Pivot. Теперь выбираем сплайн окружность и создаем ее. Она автоматически привязывается к центру модели и к камере. Перейдем во фронтальный вид и привяжем ее по высоте к уровню камеры тем же инструментом. Выбираем камеру. Идем во вкладку Анимация. Здесь нужно выбрать Path Constraint. Появляется такая линия. Кликаем по окружности. Теперь камера привязалась к ней. Если посмотреть кадры анимации, то мы увидим, что все происходит автоматически. Камера теперь сама вращается по сплайну. Если нужно немного исправить ракурс, отдалить или приблизить, то это легко сделать. Выбираем окружность и изменяем ее радиус. А чтобы изменить ракурс по вертикали, используем цель камеры или настройку Shift. При таком варианте анимация происходит с одинаковой скоростью. Ставлю те же настройки короны рендер, что и в начале видео. И получаем готовый результат. Ну а на этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok